Со страшной болезнью дочери семье Куровых приходится бороться самостоятельно. В Саратове не оказалось необходимых условий для проведения лечения. С переводом в столичную клинику в областном Министерстве здравоохранения помогать не стали. Не выполнили в Минздраве обещания по предоставлению специального препарата. Все подробности этой истории в репортаже Дмитрия Зайцева. С недавних пор меню семьи Куровых заметно изменилось. Меньше мучного, больше каш и фруктов. Перемены на общей кухне начались после болезни дочери. Неожиданно родители узнали, что у дочери лейкоз. Высыпала сыпь, пошли синяки по телу. Начала жаловаться сразу родителям о синяках. Сначала, когда появился один синяк, ну вроде может где-то ударилось. Потом второй, третий, потом синяк уже там допустим на животе. Ну где удариться просто очень сложно, чтобы получить синяк. Начала температура подниматься, опускаться, падать. Девушку немедленно поместили на лечение в клинику областного центра. Врачи поставили неутешительный диагноз. Острая форма лейкоза, который практически неизлечим. В Саратове доктора заявили отцу пациентки, что дочь уже не спасти. По крайней мере в регионе методики лечения подобного заболевания не существует. Возникла необходимость ехать в Москву. Поскольку по телефону позвонили в Министерство здравоохранения насчет квоты, нам сказали, что в ту клинику квот нет, могут поставить на режим ожидания. И нам пришлось ехать за наличные деньги. Первый взнос за курс лечения оказался непосильным для семьи. 500 тысяч рублей помогали все родственники. После целого курса лечения раковые клетки погибли. Но на протяжении еще двух лет Ольга будет вынуждена принимать специальный препарат. Препарат, который нам жизненно необходим. Без него просто у нас лечение дальше не идет никак. И отступать от этих сроков мы не можем. Мы ждать два или три месяца, как нам посоветовали. Мы просто не в состоянии. Просто у нас ребенок вернется опять к тому же состоянию, в котором она была первоначально. То есть все эти четыре месяца, которые боролись за нее и врачи, и мы, и все, просто пойдут на смарку. Одна упаковка лекарства стоит 13 тысяч рублей. Его хватит на два месяца лечения. Несмотря на то, что Ольге теперь инвалидность, областное министерство здравоохранения отказала девушке в выдаче льготного препарата. Говорит, что нет, вам лекарства выдаваться не будет. Я говорю, почему? Его нет в льготном списке. Я говорю, ну так из-за заболеваний таких нет. Опять повторяюсь. Потом, значит, позвонил на горячую линию. Номер 50-28-91. Говорю об этом. Мне на горячую линию через какое-то время перезванивают. Говорят, ваша заявка здесь есть. Лекарства вам выдаваться будет. Время шло, но необходимое лекарство так и не поступало. В областном Минздраве обещали поставить препарат как можно быстрее. Но когда все сроки лечения уже прошли, региональные чиновники отказали Куровым в бесплатном антибиотике. Министр здравоохранения уже несколько раз отказывал отцу семейства в личном приеме. Теперь родители вынуждены покупать заветный препарат за собственные деньги. Надеются лишь они теперь только на себя и тех, кто возможно смотрит. Сейчас это все уже. Дмитрий Зайцев, Батюмусов и Ярослав Квитко. Вести. Саратов.